Привет, ребята! Меня зовут Бен, и сегодня мы с вами познакомимся с дорожно-строительной техникой. Это кто же к нам приехал? Это мощный самосвал. Можно нагрузить немало мощных кузов самосвала. Кирпичи, песок и гравий нам на стройку он доставил. И ни капли не устал этот сильный самосвал. К тройке подъехала, бочка большая, крутится, что-то мешает. Ловко за месяц бетон, ей не жалко. Что за машина? Бетономешалка. Экскаватор чем хорош? У него огромный ковш. Он усталости не знает, целый день себе копает, опускает, загребает, поднимает, высыпает. Он работает ковшом. Вот асфальтовый каток для строительства дорог. Тяжелый цилиндр толкает каток в укладке асфальта. Он очень помог. А это машина-погрузчик. Он работает, как грузчик. Поднимает высоко, что поднять так нелегко. Он на стройке нужен очень. В своих действиях он точен. Без него теперь никак. Выглядит погрузчик так. Ребята, а теперь отгадайте загадку. Он легко одной рукой строит дом для нас с тобой. Что за чудо-великан? Скажут все. Подъемный кран! Правильно, отгадали. У него одна рука, голова под облаком. Поднимает он рукой кирпичи, парутон, плиты и гипсокартон. Кран-силач, кран-силач, кран-строительный ловкач. Кран-силач, 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 кран-силач. Кто над всклоченной землей смело кучи разгребает? Это маленький бульдозер своим носом все ровняет. Привет, ребята! В нашем городе скоро будет праздник. И мэр города дал приказ построить новые здания. Все жители города активно взялись за работу. Давайте посмотрим ближе, что же делают наши юные строители. Чтобы построить дом, сначала надо выкопать котлован. Наш Томми сейчас делает это с помощью экскаватора. Сейчас я все быстренько сделаю. Нагружу полную машину земли. Так, мне говорили, что тут есть трубы с водой. Главное их не задеть. Томми, будь внимателен. Ой, что же я наделал? Томми, стой, погоди. Я сейчас все отремонтирую. Не расстраивайся. Спасибо тебе, Фарри. Да не за что. Ведь для этого и нужны друзья, чтобы выручать друг друга. Поломка уже устранена. Копай дальше. Как хорошо, что ты оказался рядом, Гарри. Ну вот, машина полная. Так, водитель, заводи. Можно ехать. Давайте посмотрим, как там идет стройка у других горожан. И раз, и два, и три. Сейчас я быстро построю дом. Нет, что это? Какой сильный ветер. Он разбросал все кирпичи, которые я положил. Кажется, я сделал что-то неправильно. Сейчас я все исправлю. Так, добавим воды в бетономешалку. Перемешаем все. И у нас получается раствор. Вот так вот. Теперь я буду складывать кирпичи не просто друг на дружку, а еще и вместе с цементом. Тогда никакой ветер не сможет разрушить мой дом. Кладем цемент. Сверху на него кирпичи. Еще цемент. И вновь на него кирпичи. Ну вот, у меня все получается. Нет, опять этот ветер. Да сколько можно? Ух ты! Мои кирпичи на месте. Видите, ребята, в этот раз Люк сделал все правильно. Перемещаемся с вами дальше по городу. Вот два маляра красит уже построенное здание. У нас получится такой красивый зеленый магазин. Да, Кэт, ты права. Мэр будет доволен нашей работой. Какая неудача! Начался дождь. Сейчас все смоет. Ну вот, опять все переделывать. Тогда давай сначала покрасим в основной белый свет. А когда подсохнет этот слой, покрасим в зеленый. Кэт, ты знаешь, что будут продавать в этом магазине? Да, знаю. Здесь будут продавать цветы. Хорошая идея. Ребятки, а мы с вами идем дальше гулять по городу. Гот Питер вместе с Марком заливают цементный раствор. Таким образом они делают основу будущему зданию. Залить раствор надо плотно, по всему зданию. Далее надо хорошенько все разровнять. И дать цементу застыть, чтобы все было прочно. Вы уже успели увидеть, что в этом городе очень часто идут дожди. Поэтому строить надо все крепким. Ну что же, пусть наши строители продолжают свою работу, а мы с вами дальше гуляем по городу. А вот рядом в соседском здании наши работники делают крышу. Для того, чтобы никакой дождь, никакой ветер не смог повредить дом. Крыша будет состоять из шести частей. Вот кран подает вторую часть. Сейчас кран подает. Третью часть. Наши юные строители хорошенько завивают все гвоздями. Четвертая часть уже также подана. Кран подает пятую часть. Строители опять все завивают гвоздями. И вот последняя, шестая часть. Ну вот, крыша почти готова. Смотрите, ребята, на самую верхушку здания строители установили флюги. Это предмет для измерения скорости и направления ветра. Как видите, весь наш город очень дружный и активный. Все спешат и помогают друг другу, чтобы успеть до праздника. Спасибо вам, ребятишки, что прогулялись вместе с нами по этому городу. До скорых встреч!